Приветствую вас. Внимательно прочитал я ваши вопросы и что я могу сказать вам по поводу того, как вам быть, как вам поступить в эту ситуацию. Смотрите, раньше у вас с другом были общие интересы. Эти общие интересы, они вас связывали, они как-то помогали вам сохранять общение. А потом так получилось, так сложилось, что у вашего друга появились какие-то другие увлечения, скажем так, и он теперь общается с другими людьми. Он теперь общается с другой компанией. Вам в этой ситуации нужно, знаете, решить для себя такой важный момент. Момент этот заключается в том, чтобы подумать, а какие раньше, вот ранее, да, интересы вас с вашим другом связывали. Что у вас было общего с другом разу? Что вас объединяло? Что делало вас, ну, скажем так, единым с целым? Что давало вашей дружбе, если угодно, жизнь? Это очень важный момент, потому что такое ощущение у меня складывается, вот, после прочтения вашего сообщения, что вы немножечко, как будто бы, забыли. Вы забыли, что у вас общего с другом. Понимаете, предательство, то, что вы спрашиваете, да, предает ли ваш друг вас, предательство, это когда человек предает сам себя. То есть, вот, например, ваш друг сейчас находится в другой компании, да, он проводит время с этой самой другой компанией. Так вот, это было бы предательством лишь в том случае, если бы ваш друг делал это, ну, скажем так, не особо, то есть, по ошибке. А так, то, что делает ваш друг, он делает это вполне себе осознанно. И именно по той причине, что он делает это осознанно, к сожалению, и нельзя говорить, что он вас предает. Нету предательства в том, что делает ваш друг. Есть защита его интересов. Есть, ага, изменение его интересов. Есть стремление к тому, чтобы проводить время так, как ему хочется. Хочется вашему другу. А вы переживаете потому, что это единственный человек, с которым вы общаетесь. И вариантов развития ситуации, вариантов помощи вам в этой ситуации, на мой взгляд, не много. Либо вы расширяете кругозор своих интересов. То есть, либо вы ищете, условно говоря, других людей, с которыми бы вы могли нормально общаться. То есть, я надеюсь, этот момент понятен. Вы выделяете свои интересы и пытаетесь найти людей, подобрать людей, точнее, под эти самые общие интересы. То есть, вот от того, какие у вас интересы, насколько эти интересы у вас развиты, и насколько эти интересы будут совпадать с аналогичными у других людей, по сути, зависит успешность вашей реализации, как социального индивида. Если вы не готовы с другими людьми налаживать отношения, если вы считаете, что не должны этого делать, и что вы хотите именно с вашим другом сохранять отношения, тогда вам нужно действовать немножечко по-другому. Еще раз хочу вам сказать главное, что у вас есть, по крайней мере, вот с другом, или есть, или были, какие-то все-таки, ну, общие интересы, какие-то все-таки, вот у вас были, ну, знаете, что-то вас объединяющее. Так вот, то, что вас объединяло раньше, нужно просто возродить, ну, попытаться возродить, скажем так, попытаться возродить нужно. Для чего? Чтобы друг вспомнил, кто вы для него, кем вы для него являетесь. Чтобы друг вспомнил, что вы для него значите, чтобы друг ваш вновь почувствовал, условно говоря, важность, вот, вот, вашу важность для самого себя. Если вы этого не сделаете, если вы не дадите своему другу понять, что вы для него важны, то нет никаких, к сожалению, гарантий, что он, ну, не станет еще меньше с вами общаться. Хотя бы просто потому, что у него нет никакой мотивации к этому. Ну, а зачем? Зачем ему с вами общаться, если ему хорошо и без вас? Вас ничего не связывает, или связывает, но очень мало вещей на данный момент. Вы, я надеюсь, надеюсь, вы не станете от этого как-то отказываться, да, потому что у вас не так много вещей сейчас связывает. Вот, в принципе, и все, что вам нужно сделать. Понимаете, ваш друг, он ведь, как вот вы воспринимаете его поведение? Почти, нет, даже не так. Как вы могли бы воспринимать его поведение в идеале для себя? Чтобы ваш друг действовал в ущерб себе, наверное, и тем самым действовал в ущерб себе, ваш друг как-то удовлетворял бы ваши потребности в общении. Но, понимаете, в чем дело? Ваш друг, он, условно говоря, менее зависим, чем вы. В чем проявляется его такая вот независимость? А его независимость, она проявляется в том, как раз, что он может общаться с другими людьми, у него есть с кем пообщаться еще, а у вас этих людей нет. И из-за этого возникает неравноправие. Ваше неравноправие с ним. То есть вы в большей степени зависите от вашего друга, чем он от вас. Но это, конечно же, неминуемо приводит к тому, что возникают вот такие вот проблемы у вас с ним. И, по моему мнению, по моему мнению, конечно же, вам нужно в этой ситуации по-любому, вот просто по-любому убирать свою зависимость от друга. Потому что, пока вы зависимы от него, вы менее ценны для него. А пока вы для него менее ценны, он вряд ли будет с вами, вообще говоря, общаться. Ну, по крайней мере, так, как вам бы того хотелось бы. И отсюда несложно догадаться, что вам нужно расширять самостоятельно круг ваших интересов. Самостоятельно расширять круг вашего общения. Для начала подумать, почему вы общаетесь, почему вы можете общаться, как вы говорите, вот, плотно, только с одним человеком, с вашим другом. А что мешает вам общаться, ну, так же плотно, или, может быть, не так плотно, с другими людьми? Понятно, что друзьями вам они не будут. Друзьями вам они не будут, потому что, ну, друзей много не бывает. Друзей на самом деле, максимум, там, два-три человека. Это при самом лучшем раскладе. Иногда их бывает только один человек. Но общаться с другими людьми, так как общается ваш друг, вы же можете, просто весело проводить время. Но весело проводить время как? Конечно же, по-своему. То есть, не надо думать, что вам обязательно нужно вести себя как-то там по-другому, да, так как у вас, например, друг это делает и так далее. Нет. Вам нужно на свой лад развлекаться, на свой лад. Так как вы умеете это делать. А не так, как, например, делает ваш друг. Чтобы вы себя не ломали. Чтобы вы как-то все-таки, знаете, действовали, ну, я бы сказал, чтобы вы действовали в пределах, так сказать, своих возможностей. Чтобы вы не переступали через себя. Тогда ваша зависимость от друга, она будет существенно меньше. И это поможет вам не реагировать так бурно на изменение поведения вашего друга. Кстати говоря, может быть, вы очень много проводите время со своим другом. И это отчасти не может не отталкивать человека, ведь указывая свои представления о том, с какими должны быть отношения. И где должны, условно говоря, заканчиваться личные границы. Вот, может быть, вас вдруг считают, что вы слишком много проводите времени с ним. И с этим ничего не поделать. Ну, и я рекомендую вам параллельно с этим направлением также и все, и в обязательном порядке работать с тем, чтобы общие интересы с вашим другом как-то реанимировать, поддерживать, брастворять в жизни. Потому что сейчас объективно у вас соблюдается кризис в отношениях, кризис интереса. и этот кризис не преодолеть никак иначе, кроме большего соприкосновения в том, что вас объединяет, это во-первых, и в старых, наверное, может быть, в принятии своего друга таким, какой он есть. Это обязательные условия. И если вашему другу нравится проводить время с другой компанией, то если вы его друг, то вы его поддержите в этом. В этом потому что друзья, а не на то и друзья, чтобы поддерживать друг друг. Вас никто не заставляет пить алкоголь, вас никто не заставляет делать то, что вы не хотите делать, вас никто не имеет права заставлять это. Но поддерживать друга в том, что ему нравится, вам все-таки нужно. В таком случае о какой дружине тогда etcetera Досуг перестал чувствовать, что вы его поддерживаете, что вы одобряете его и, соответственно, вас отдаляете. Ну и если у вас имеются различия в обглядах на то, как должен происходить досуг, как должно происходить развлечение, то в таком случае получается, что вам этот человек, вот тот человек, о котором вы говорите, он вам получается что-то дает. Вот ваш друг вам что-то дает. Вот это такое, чего вы не можете получить сами. Об этом тоже нужно подумать и, может быть, как-то получать самостоятельно, чтобы не зависеть от человека. То есть вот, в принципе, ответ на ваш вопрос. Еще немножечко мне бы хотелось сказать пару слов буквально про предательство, потому что все-таки это очень важный момент. Дело в том, что люди часто путают, они путают предательство просто с защитой своих интересов человека. Если я общаюсь с вами, например, делаю то, что вам не нравится или вам в ущерб, но делаю это осознанно, то есть понимая, что вам от этого плохо, и у меня нет угрызения в совести по этому поводу, я не переживаю по этому поводу, то тогда нельзя говорить о том, что я вас предаю. Потому что получается, что вы от меня ждете одного, того, что я не буду вам вредить, а я вам этот вред оказываю, я другой. И получается, тот образ человека, который у вас есть, отличается от того человека реального, который есть на самом деле в мире. И получается, когда вы говорите, что вот такой человек вас предает, вы не говорите о том, что есть реальный человек, который вас предает. Вы говорите о том, что образ человека, который есть только у вас в сознании, предает вас. Получается, что не человек вас предает, а человек предает свои интересы, а вы предаете сами себя. В принципе, вот это то, что мне хочется сказать. То есть на предательстве здесь не нужно, да, встать внимание, простите, ваш друг просто-напросто делает то, что ему хочется, то, что ему лучше, это его право, и в этом праве его никто не может подтягнить, в том числе и вы. Интересы меняются или не меняются, вкусы тоже становятся другими, другими, и люди, которые раньше были друзьями, могут ими перестать быть, и важно воспринимать это тоже как достаточно естественный процесс. К сожалению, да, он неприятный, но он естественный. И вам нужно быть готовым к этому, быть готовым к тому, что это может случиться, чтобы, по сути дела, как-то, ну, знаете, чтобы не быть брошенным, не быть бакинутым, чтобы адекватно реагировать на эти моменты, чтобы не чувствовать себя каким-то, знаете, на обочине. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Сделаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует...